На заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов при главе Чувашской Республики были подведены итоги проделанной работы за все годы действия программ и озвучены прогнозы на будущее. Доступное и комфортное жилье гражданам России, развитие агропромышленного комплекса, здоровье и образование. В целом их реализация проходит успешно, но существует и немало проблем, которые отражаются в первую очередь на жителях республики. Одна из программ «Доступное и комфортное жилье гражданам России» должна помочь молодым семьям, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны купить или получить квартиру. Но несмотря на те деньги, которые каждый год выделяются из федерального и республиканского бюджета на строительство нового жилья, немалая часть нуждающихся по-прежнему находится в ожидании. Застройщики не всегда сдают объекты вовремя. Конкуренции нет. Как были эти строительные организации, которые там являются локомотивом, они строят. А там есть полудохлые на сегодняшний день, прошу прощения за эти слова, которые хотят, желают, а ничего не могут, потому что у них ничего нет. А потом еще дам, кто бы за них строил жилье. Они, сидя в своих хороших кабинетах, разъезжаясь на хороших машинах, хотят бабки просто зарабатывать, прибыли, а зарабатывают. Вот и все, сливки снимают. За время существования программы по поддержке молодых семей с 2003 года более 10 тысяч семей получили государственную помощь. В 2013 году планируется расселить около двух тысяч семей и привлечь на это более 600 миллионов рублей. В 2012 году более 400 детей-сирот получили жилье. По плану и должно быть более 600. В 2012 году более 200 миллионов денежных средств выделено из бюджета. Нам необходимо обеспечить 242 ребенка-сироты. Сегодня я бы хотел затронуть этот вопрос как проблемный. Разрешен пока вопрос только по 22 детям-сиротам. То есть для них приобретены соответствующие жилые помещения. Часть помещений уже переданы. Оставшаяся часть строится. Сроки строительства обозначены. Это не позже конца этого года. Поэтому порядка еще 97 квартир будет введена в эксплуатацию и передана детям-сиротам. Как отметил министр строительства по программе строительства доступного жилья, до 2020 года не менее 60% нуждающихся должны улучшить свои жилищные условия. Татьяна Филатова, Константин Козлов, Республика.